Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Донец и вы смотрите Честный обзор. Как и обещал после распаковки, у нас на обзоре А71. Фактически флагман от компании Samsung, на борту которого находится 128 гигабайт собственной памяти. Можно расширить флешечкой, а также 6 гиг оперативы. Посмотрите внимательно, здесь 4 основных камеры, самое главное из которых имеет разрешение 64 мегапикселя. Очень достойная селфи-камера, 32 мегапикселя. Сканер отпечатка пальца, расположенный прямо под экраном. Кроме этого, FM-приемник, процессор Snapdragon, один из лучших в своем роде. 4500 мАч аккумулятор и быстрая зарядка на 25 Вт, которая довольно скоро наполнит его. Интересно? Тогда смотрите все подробности прямо сейчас в Честном обзоре. Вперед! Вы правильно сделали, что остались, хотя и сами об этом догадались. В распаковке я уже показывал этот смартфон, но придется местами повториться, потому что новый зритель попадет сразу на обзор. Samsung Galaxy A71 это фактически флагман. Характеристики этого смартфона почти флагманские, почти. Вот понимаете, есть техника профессиональная, а есть полупрофессиональная. Так вот, он больше относится к ней. Процессор Snapdragon 730 удачное решение, потому что это с одной стороны достаточно мощный, а с другой стороны экономичный. Он бережно обращается с огромной батарейкой и автономность у него обалденная. Во! Ооо, открываем. Ой, какой классный цвет, друзья мои. Зрители Честного обзора интересуются, правда ли, что задняя крышка этого смартфона сделана из пластика и выглядит очень дешево. Я сравнился с 10+, и скажу вам так, неправда. Фактически они выглядят одинаково, только этот посимпатичнее за счет своего цвета. Ведь из 10+, у меня черного. Внутри упаковки мы видим наушники, и на этот раз наконец-то вакуумные не слишком-то экономили. Если послушать звук наушников, то это вообще некий G, даже близко. Но примерно такие наушники я помню еще в 2000 каком-то там году. Они были хороши тогда. Сейчас, конечно, это уже не то пальто. То есть подобные вакуумные наушники прилагались еще к Note 3. Играют они средненько, но достойно, можно даже не менять. Соответственно, шнур USB Type-C с двух сторон, современная тенденция. То есть не в каждом кафе вам подберут зарядку, чтобы подзарядить смартфон. Придется либо свою носить, либо ожидать, что у кого-то есть современная. Вы, наверное, заметили, что я ввел рубрику распаковка, где бегло делаю обзор нового смартфона в день появления его в продаже. И в этих самых распаковках я иногда могу оговориться. Это нормально, потому что все делается быстро. В прошлый раз я сказал, что зарядка 15 Вт. Нет, на самом деле она 25 Вт. Конечно же 25 Вт. Посмотрите, пожалуйста, что имеет на выходе зарядное устройство. И единственное, что важно знать, это то, что это быстрая зарядка. Запускаем смартфон и видим, что сканер отпечатка пальца удобно расположен под стеклом. Это суперсовременная тенденция. Плавная у нас оболочка. Очень хорошо все смотрится. И в настройках тоже замечательно. Евгений Донец, мультиформатный ведущий, со стажем более 14 лет. Одинаково блестяще проведет вашу свадьбу, корпоративную вечеринку или концерт. Возраст людей не имеет значения. Сегодня мы находимся на специальной премии «Оскар» команды «Овен». Сколько лет вашей компании «Овен»? 26 лет. И именно сегодня состоится... Хорошее настроение новогоднее. По отзывам клиентов, ведущий Донец не похож ни на кого. Он отличается ненавязчивой подачей, искренним ведением праздника и высоким уровнем профессионализма. Специальная телевизионная пауза, чтобы вы поволновались. Доктор Стрейн! Прямо в камеру. Благополучие, счастье и удачи в следующем году. Если рассматривать внешний вид, то здесь видна фронтальная камера безо всякой стабилизации, включая цифровую, 32 мегапикселей разрешением. С обратной стороны можно увидеть основной модуль камер. 64 мегапикселя — это просто дань моде. Не нужны они вам, да и не чувствуются при увеличении фотографии. То же самое касаемо селфи-камеры. 32 мегапикселя с отсутствующим автофокусом. Как вы увидите детализацию, если у камеры нет автофокуса, господа? Смотрите, здесь все очень просто. У меня уже глаз наметанный. Если стекляшка большая, то значит и камера хорошая. Вот здесь основная камера 64 мегапикселя, явно хороша. Это широкоугольная камера, она имеет разрешение 12 мегапикселей. Это вспомогательная для эффекта боке, имеет якобы 5 мегапикселей, во что слабо верится. Это тоже вспомогательная 5 мегапикселей, она для макросъемки. Также на задней поверхности можно увидеть очень красивую текстуру, которую совсем не хочется прятать под чехол. На правом торце стандартные кнопки. Это включение питания, а также у нас есть плюс-минус громкость. На левом торце ничего нет, кроме слота под сим-карту и флешку. На верхнем торце у нас одинокий микрофон. На нижнем торце у нас есть... Разъем 3,5 мм под наушники, USB Type-C, микрофон, а также разъем для выхода звука из динамика. Звук здесь записывается в стерео режиме через два микрофона, а вот воспроизводится исключительно моно, и мне этого не хватает, например, в играх. Я уже привык, что в моем флагмане S10+, звук стерео, и это очень удобно, но за него придется вам переплатить. Внешний вид смартфона очень красивый и приятный, настоящий флагман. Это значит, что он может заменять не только фотоаппарат, развлекалово и все такое, но еще и являться для вас рабочей станцией. По размерам A71 оказался больше, чем S10+, хотя и несущественно. А я-то думал, что S10+, большой, прямо настоящая лопата, но со временем привык. Это видео я снимаю на Galaxy A01. Смотрите, слева у нас A71, а справа S10+. Обратите внимание, какая разница по размеру. Вы, наверное, думаете, до каких пор можно увеличивать смартфоны, ведь мы привыкаем к размеру, а потом делаем еще больше и больше. На самом деле увеличивать будут до тех пор, пока они влезают в карман. Между прочим, новые складные версии в этом плане оптимизированы. То есть, с одной стороны он раскладывается в здоровенный, а с другой стороны складывается в маленький. К сожалению, внутри вот этой коробочки нет у нас бесплатного силиконового чехла, только инструкция от Samsung. И, конечно, ключ для открывания сим-карты. Слот под сим-карту и флешку выглядит у нас следующим образом. Давайте посмотрим, что там внутри. Ну что же, классно сделано. Сюда мы с вами можем поставить microSD-флешечку и две сим-карты. Решение использовать одновременно две сим-карты и флешку – это самый правильный поступок от компании Samsung. О! Предлагаю залезть в верхнюю шторку и оценить функционал этого устройства. Чем нас порадует, несмотря на то, что это даже не флагман. Здесь нам оставили Smart View, возможность транслировать изображение на телевизор, поддерживающий данный протокол. Здесь у нас автоматический QR-код. Просто включаешь фотоаппарат, направляешь на QR-код, и он автоматически сканируется. Bluetooth, само собой, фильтр синего, само собой. NFC для бесконтактного расчета обычно – это прерогатива смартфонов подороже, у самых дешевых этого нет. И мое любимое – сценарий Bixby. Сценарий Bixby – это такая штука, что он по GPS определяет, что я пришел в бассейн и выключает сигналы смартфона. А когда я выхожу из бассейна, он включает вибрацию, ведь я уже на улице. Настраивается сценарий как угодно под ваши предпочтения. Заходим в основные настройки и посмотрим, что здесь интересного. Например, сейчас я выбираю стиль часов и куда их поставить. Ставлю их на Always On Display. Вот таким образом выбрал. Когда выключаю в режим спячки, то что я вижу? У Samsung есть повышение чувствительности дисплея, что классно для жителей северных регионов. Через перчатки будет срабатывать проверенно. Звук динамика здесь очень громкий, но качество у него плоское-преплоское. И мне не хватает звука стерео. Здесь также встроили FM-приемник, который обычно встраивают в бюджетные версии смартфонов. Радиостанции классная штука, по кайфу послушать аналоговое радио, пока оно еще существует. Ну то есть мне это очень нравится, потому что я бывший радиоведущий. Вы же понимаете, что ваши друзья даже половину этих опций не используют. Дисплей Super AMOLED, у него есть вопросы по шим, по излучению синего, а вот по плотности пикселей вопросов нет никаких. Что касаемо недостатка шим, который я так не люблю, то здесь он тоже имеется. Если уменьшить яркость, мы видим вот такие бегущие полосы. Давайте поговорим про шим и почему он все-таки вреден. Шим это очень быстрое незаметное глазу мерцание. Работает примерно так. Дисплей не становится менее ярким. Просто 30% времени он горит, а 70% не горит, если вы убавляете яркость. И наоборот, если прибавляете яркость, процент времени, когда он горит, становится больше. Это работает потому, что у нас глаз устроен инерционно. То есть он запоминает свет и не замечает эти быстрые мигания. Однако при этом все равно утомляется. У многих возникают головные боли. В новом смартфоне встроили DC Dimming, который регулирует эти вопросы. Да, стало получше. Но если понизить яркость ниже 40%, мы все еще встречаем этот самый шим. Это недостаток Super AMOLED матриц. В то же время их основное достоинство это яркая цветопередача и высокая контрастность. Режим экрана сразу рекомендую поставить на естественные цвета, потому что насыщенные искажают картинку. И вы реально не понимаете, как обрабатывать фотографию. Что, как она будет выглядеть на других дисплеях, которые не Super AMOLED. Поэтому ставьте естественные, сэкономите зрение и будет хорошая цветопередача. Почему же все-таки нельзя регулировать яркость при меньшей подаче напряжения, вместо того, чтобы моргать нам в глаза? Все очень просто. Super AMOLED пиксели, если подавать на них меньшее напряжение, искажают цвета. Проваливаются в этом самом цвете. И смысл такой матрицы полностью исчезает. Поэтому я лично для себя хотел бы иметь продвинутые IPS матрицы. Приведу в пример свой планшет 2014 года. Note 10.1. В нем используется PLS матрица, то есть улучшенный IPS. Глаза от нее совсем не устают. При любой яркости она не мерцает. Именно поэтому он до сих пор у меня. Читать с него гораздо комфортнее. Давайте протестируем с вами видеокамеру. Сразу скажу, что максимальные возможности это 4К 30 кадров в секунду. Либо Full HD 30 кадров в секунду. Стабилизация работает только в одном случае, когда вы используете Full HD. Почему не сделали 60 кадров в секунду? Потому что светосила у этого смартфона невысокая. И в темноте он видит не очень. Если сделать 60 кадров в секунду, то получится брак по свету. Давайте быстро рассматривать характеристики камеры. Здесь есть живой фокус, который работает только для фотографии. В закладке еще все стандартные опции, а также селфи-моджи, которые вы можете лицезреть в обзоре на S10+. Настройки видео основной камеры. 4К 30 кадров в секунду, Full HD 30 кадров в секунду. Опять же 60 кадров в секунду отсутствует. Обычный угол 30 кадров в секунду, стабилизация включена. Обычный угол 30 кадров в секунду, стабилизация отключена. Обычный угол 4К 30 кадров в секунду, флажок стабилизации включен, но она здесь не работает. Стабилизация видео работает только на основной камере при съемке Full HD. Кроме того, на широкий угол вы также можете позволить себе стабилизацию и даже суперстабилизацию, которая включается вот здесь. широкий угол 30 кадров в секунду супер стабилизации съемка в условиях ночного города 30 кадров в секунду на широкоугольную камеру съемка в 4к ночной город стабилизации автоматически выключилась потому что в 4к она невозможно из-за недостаточной производительности стабилизация здесь работает только в одном случае на основную камеру full hd 30 кадров в секунду все основные настройки фронтальные селфи камеры 4к 30 кадров в секунду full hd 30 кадров в секунду никаких 60 кадров в секунду здесь нет съемка в условиях ночного города селфи камера со стабилизацией и причем я вижу это все на селфи палки в этой ситуации снимает очень даже достойно съемка в условиях ночного города 4к мне кажется что цвета в 4к даже стали немного лучше не знаю как вам мне показалось что это так тем не менее при 30 кадрах в секунду как вы сами видите светосила достаточно я говорил про 60 кадров при ней светосила бы не хватал качество съемки на селфи камеру у этого смартфона достаточно хорошие хотя бы потому что я снимаю этот стендап на samsung galaxy a 71 селфи камеры выглядит как большая на самом деле она маленькая и почему-то выделена как более крупного размера я всегда нахожусь на связи с магазином касла который предоставил мне этот смартфон и те дают мне обратную связь от покупателей оказывается у многих покупателей вопрос а как включается широкий угол сказали что оказывается далеко не все пользователи знают как переключать широкий угол камеры и обычный делается то вот так очень просто обычный угол обзора не показывает все узкое помещение полностью поэтому переключаемся на широкий угол широкий угол обзора выглядит совсем иначе все помещение влезло хотя она на самом деле очень маленькая также есть фишка с углом обзора для селфи камеры это обычный раз и влезает чуть чуть больше и светосила будет как ни странно выше по итогу могу сказать что за эту цену камеры снимают очень хорошо почти флагманское качество по кидору по кидору вот как что мы у давайте попробуем макросъемку еще раз посмотрите на сапожок цвета качество все великолепно увеличиваем и получается достаточно сносно а теперь используем камеру макро смотрите какие бледные цвета она дает и как искажает их не супер я попробовал макросъемку днем и результат оказался более интересным при хорошем освещении это елка на обычную камеру это макросъемка согласитесь уже приемлемо давайте попробуем опцию еда выглядит это вот так а теперь макросъемка при плохом освещении в помещении опять же не супер почему же все-таки существует вспомогательная макро камера во флагманах обычная основная камера фокусируется достаточно близко чтобы делать макросъемку здесь же с близкого расстояния все выглядит вот так поэтому используется однобоко одинаково настроена макро камера в результате мы должны и двигать таким образом чтобы точно получился сфокусированный снимок ведь фокус всегда статичный 30 кадров в секунду стабилизация давайте посмотрим макросъемку на хвойных иголках ну а что очень даже неплохо снимает вывод который можно сделать макросъемка в обычных флагманах на основную камеру гораздо лучше давайте протестируем его на играх которые чаще всего любят мои зрители перед вами игра mortal kombat тестирование игр мне не особо нравится я делаю это исключительно ради вас чтобы вы поняли насколько хороша производительность и здесь мы можем лицезреть что качество высокое я думаю что 30 кадров в секунду не больше ребят реал рейсинг здесь идет с частотой 60 кадров в секунду и разрешением ну явно ниже чем поезде достаточно плавно торможение в процессе игры не наблюдалось по какой-то причине игра асфальт 9 не ставится может быть вы знаете эту причину напишите пожалуйста в комментариях я установил асфальт 8 чтобы посмотреть какое качество но я вам скажу что асфальт 8 тоже идет здесь не супер явно заторможенность чувствуется в общем тяжелая игра для этого смартфона асфальт вы чтобы не думали что я несу какую-то чушь я сейчас на ваших глазах делают запрос асфальт 9 и я его здесь не вижу слушайте но подписчики попросили танки на максималках а я им отказывать не могу у меня пацаны нормальные все и девчонки классные высокая-высокая значит 60 кадров пожалуйста вам отражение растительности высокая-высокая так то у меня лупит но все мудила а чё-то а чё-то сразу за камушек спрятался бам падла все исчерпывающий ответ на вопрос про графику исчерпывающий даже при таком движении просто специально делаю тормозов не наблюдается игровой тест меня вполне устроил вы ведь подсадили меня на шедоуган я теперь в нее играю реально и поэтому могу сказать что здесь 60 кадров в секунду это показатель что все в принципе окей но вибрация конечно не такая суперская как на s10 плюс ну а что вы хотели доплачивать надо то есть половина удовольствия у нас радуется за счет отсутствия приятной вибрации во время выстрелов которая присутствует на здесь плюс а также на других смартфонах во время этой игры вы заметили что у нас в комментариях очень много грамотных людей которые мне подсказывают и дополняют мои слова ребята спасибо вам специально для вас я делаю вот эти тесты давайте посмотрим на процессор qualcomm snapdragon 8 ядер здесь у нас 22 средняя производительность и графический процессор адрена 618 700 мегагерц назвать его флагманом серии а может каждый назвать его флагманом сравнение серии с может любой не каждый успеет извиниться уже на третьей минуте я увидел что большие ядра начали проседать посмотрите это самый быстрый шустрый два ядра интересная штука 6 мелких ядер продолжают работать на максимальной частоте а два самых быстрых которые якобы 2 и 2 просели до 1 70 вопрос какая на самом деле производительность процессора все-таки 1 и 8 я считаю ну все дальше тротлинг тест можно не смотреть самое главное понять на какой минуте он начинает появляться и вот посмотрите уже на третьей минуте понеслась потом он немножко остыл и частота начала снова повышаться запустил тест графического процессора и здесь мы видим характерное для не флагманов поведения это называется слайд-шоу но здесь ниже чем 24 кадра в секунду однозначно это 12 кадров в секунду а то и ниже до 8 результат теста мы видим сейчас на экране давайте посмотрим где на смартфон находится в рейтинге на сегодняшний день он находится аж на 37 месте что примечательно он лучше чем с 8 с 8 в прошлом флагман и он находится на 39 месте подводя итоги могу сказать что смартфон мне очень понравился обалденный дисплей хорошее быстродействие классные камеры и если вы не такой как я который использует все тонкости смартфона то вам флагманы особо-то и не нужны понимаете большинство людей не используют даже половины того что имеют и поэтому я не вижу для вас смысла переплачивать в этой ситуации если же вы придирчивы к качеству обожаете супер камеры от samsung конечно тогда берите но от 10 плюс или с 10 плюс или с 20 тогда да ну что же если вы со мной согласны ставьте лайк подписывайтесь на канал с вами был евгений донецк пока удачи 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 Субтитры сделал DimaTorzok